всем привет наши дорогие зрители и подписчики канала вы как всегда на канале семья на чемоданах с вами я славян мы в полном составе двигаемся дальше сегодня мы поедем в камблу q и возможно доедем до финики мы тоже очень хотим посмотреть эти два городка и также как газипаша планируем там что-то снять а возможно даже получится в общем друзья что нас сегодня ждет я совершенно не знаю поэтому обязательно досматривать этот видеоролик до конца ставьте лайки пишите комментарии и погнали с нами вот друзья есть такой сервис называется суточную мы постоянно его мониторим когда снимаем жилье чем он уникален тем то что они взяли скопировали все с iron bnb то есть всех пользователей кто был раньше на той площадке они взяли вставили в свою все отзывы статусы супер хозяинов там это все есть удобные фильтры качественная сортировка проверенное жилье соответствующие фотографии ссылочку на этот сервис я оставляю также в описании обязательно пользуйтесь мы выезжаем из кемпинга в котором простояли на самом деле приличное времени обязательно посмотрите все видеоролики предыдущие ссылочки как всегда будут в описании под этим видеороликом либо в плейлисте турция 2022 эта деревушка называется чаролин очень красиво очень крутое место удивительная здесь природа она находится прям на берегу моря за горами мы сюда преодолеваем серпантин чтобы спуститься но и чтобы выехать естественно преодолеваем тоже серпантин посмотрите какие здесь красивые горы и вот мы сейчас будем забираться куда-то туда ну не на саму конечно вершину но тем не менее там где проходит трасса когда поднимемся будет открываться шикарный вид вот эту деревушку чаралы или чаралы как правильно я конечно рекомендую обязательно для посещения если вы путешествуете по турции а вообще еще больше интересных классных красивых мест мест стоянок кемпингов нами проверенных кафе ресторанов совета филайхаков вы все это сможете найти в нашем авторском гайде по турции которые регулярно обновляется добавляют сюда информация поэтому можете смело приобретать цена 990 рублей ссылочка есть в описании да смотрите какой высоко уже скала которую показывал вот такой вот серпантин наикрутейший резко дорога вверх кто-то пешком его преодолевает ну собственно все мы выкатываемся на трассу и будем двигаться красотища красотища а мы на трассе вот у нас указатель кумлука потом финики потом угла ну конечно гораздо дальше дальше каша заезжаем на бипишку заправляемся немножко топлива подешевела сейчас стоит 26 26 72 что радует заправляемся на 900 лир здесь на заправке всегда моют окна а еще здесь не нужно никогда ходить здесь прям заправщику даешь он размагничивает все делает и мне кажется здесь еще записывать номера машин кто подъехал я здесь илью на заправках shell и на бипи другие заправки не рискую вот хватит нам это на 330 километров дорогой здесь топлива пока мы путешествовали там неподалеку я постоянно показывают гору издалека а сейчас мы прям к ней так близко и какое ощущение что мы за нее будет заезжать так ну что вы заехали кумлука не стать есть такая красивая стела высоченная мечеть огромная просто вот она видите стела кумлука ой типа логотипы такие гранатики висят прикольно здесь есть бургер кинг между прочим сейчас то что я вам говорил вот эти показала гранаты весят это не гранаты весят это оказывается помидоры и здесь как помидорный рай этот город где очень хорошо растут арбузы и помидоры вот так вот центральная эта улица или центральная не знаю но она прикольная потому что высоченные пальмы везде флаги турции футбольного клуба я даже видел автобус здесь этого футбольного клуба и все такое прям знаете туркиш туркиш магазины здесь что только нету на самом деле есть абсолютно все для жизни торговый центр вот лс вайкики пожалуйста это вот прям мы сейчас находимся в самом центре города вот какое-то здание не знаю что это торговик не торговик вам посмотрите как здесь прикольно мы решили здесь заскочить на пттшку надеюсь есть деньги немножечко снимем потому что хочу еще на машинке трошку пройти у них оказался здесь обед он мне так объяснял долго потом в итоге взял бумажку и написал что добыл второго обед но по крайней мере он мне сказал что можно здесь вывести деньги деньги есть это хорошо короче мы заехали в такую тему типа огромное количество боксов здесь учинят машины не знаю получится ли у нас это сделать сейчас но в целом здесь вот просто заезжаешь такая большая территория и просто выбираешь себе бокс где-то будешь чиниться я-то по идее хочу масло поменять и мне конечно хотелось бы чтобы это было что-то клубная история вот типа где делают фольксваген и ушел тут вот в сервис блин вообще короче не понимаем друг друга чего чего нужно я ему вроде через переводчик но пожилой что ничего и не понимает короче открыл капот он что-то там поглазил поглазил и мы все равно друг друга не понимаем так загоняются с машину мне этот парень помог он горит немножко по-русски сейчас будем загонять и потом по расскажу по по цене класс так короче загоняет машину всех вытащили из тачки в офис надо идти там сидеть блин стрёмненько ничего на просто так ну что вот уже подняли сейчас будут менять блин чуваку спасибо конечно вообще пока мы здесь в сервисе тачка чиниться настенка пошла купить еду купить донеры хочется шабухи здесь местный поесть тоже чувак этот сказал здесь типа делают не очень сходить куда-куда-то вот родина стенка поняла а еще вопрос о том то что у нас немножко не хватает денег на то походу надо будет часть оставить потом загонять на почту снять и вернуться а настенка пришла я короче шоке всего лишь 100 лиро потратили 4 вот сейчас чайочек может перекусим вот это вот устроили пир на весь мир дай на баллонах как у вас крутой стол да сыночек ничего себе булки огромные так вот обедаем а нам чинит прикольно сейчас на все сделать я вам скажу что будет по цене вы обалдеете масло кастрол это мне несут здесь еще увидеть только такой кастрол и оригинальный конечно нальем оригинальный прикиньте какое всеприимство нас посадили за этот стол накрыли его газетки застелили мы поели они за нами все подвели учитывая что дети едят все мимо рта падает подмели просто нет слов во первых то что он встретился немножко горел по-русски сразу привел нормальный сервис а хозяин этого сервиса показал отзывы от наших русских ребят по моему 64 региона машину показывал это же парень написал отзыв что здесь хорошо все мы сделали по очень адекватным ценам так ну вроде все машину опускают масло кастрол edge 5w30 5 литров влили топливный масляный и воздушный фильтр поменяли все выезжает наша красавица давай давай машинка смотрите далее вот такой вот чек это самом деле куда-то вешается они больше ничего не дают вышло нам все это дело с оригинальным маслом с оригинальными со всеми фильтрами тысяча вось тысяча восемьсот короче грубо говоря 2000 лир прикиньте вот в переводе по курсу 35 цена я вообще в шоке если честно у нас за такие деньги то ну не сделаешь никогда здесь еще они кстати проверили тормозную систему и подвеску провернули все вроде все норм и еще и еще и еще а они еще прочитали ее по компьютеру и загорелся человек они все это дело короче скинули то есть все диагностики тоже в этой цене представляете второе важное дело мы тоже сделали получилось обналичить денег принципе без очередей без какой-либо давки все очень быстро и понятно едем сейчас в сторону моря хотим посмотреть здесь набережную погулять мы доехали здесь получается нет каких-то таких типа знаете вау пляжей вот он аля муниципальный пляж сюда вот видите прямо так вот можно доехать на машине вот это считается как я понимаю здесь набережная вот где вот эти беленькие домики и там же городской пляж но вообще нету никого здесь как-то не всем удачно впадают две реки я думаю что здесь морюшко не самые вау цветом но тем не менее прикольно масштабно свободные виды на горы высоченные пальмочки пляжечек песочек все равно здорово да здесь прям пусто а вон там дальше домики которые вот вдоль горы это финикия вот мы тоже туда поедем да сынок ну коль мы оказались маленьком городке я решил попытать счастье и открыть в туркишбанк карту они могут открыть это не стоит ни копейки но им нужен и комет вот собственно можем прийти сюда после получения внж и открыть без проблем карту для своего успокоения зашел еще денис банк вот он здесь требуется значит и ннн требуется перевод и нотариально заверенная копия паспорта и еще депозит в размере 3000 баксов зашел в зерат там нужно только вид на жительство и открывает счет бесплатно собственно я думаю короче не будем больше дергаться с этим счетом нужно просто дождаться и комета и уже открыть снова оказались в сервисе катались катались я решил проверить масло на чпун как всегда до контроль после каждого того в итоге смотрю на щупу масло вообще нету и тут вспомнилась шутка может быть надо щуп подлинче купить вы короче стартанули мы сюда в сервис опять меня загорелся чек я посмотрел они зачем-то мне доливали антифриз у меня чуть-чуть было меньше минимум в итоге они не налили его так много что прям аж под горлышко было вот в итоге сейчас откачивают антифриз доливают еще масло короче я почему-то не сказал что мне нужно 5 литров по факту с прошлого того я посмотрел мне надо 7 литров короче надо еще будет пару литров купить литр у них стоит по 200 лир отлили мне антифриз дали ли еще масло полтора литра и нужно еще сделать собственно из-за этого провода и загорался чек сейчас его намотают что-нибудь отреставрирует и поедем с маслом конечно вообще прошляпили кстати вот докупился с масло литр стоит 600 рублей в общем парни здесь все перепаяли заново заменили мою фишку должно все быть супер да вот это денек в общем все выезжаем отсюда едем в миг раз едем короче в миг раз а потом на место стоянки я кстати в этом доме тоже смотрел квартиры он турецкий дом вот так вот выглядит где-то по моему вот здесь вот квартира сдается обедали мы сегодня каким-то полу батоном поэтому на ужин мы хотим и на стояночке уже не встанем приготовить суп единственное что настенка хочет приготовить это дело все из говядины надеюсь мигресси купим но на самом деле очень большой поэтому там должно быть здесь кстати стулья смотрите такие типы как мы брали в декатлоне 140 лир стоит вообще в два раза дешевле даже в 3 колем игры все оказались покажу вам цены 8 лир стоит картошка короче переводите сами я точно не знаю как переводится например авокадо 1490 на 15 мир это яблоки так настенка увидела красную свежую рыбу на 172 лиры полкилограмма игры давай лучше тогда рыбный сварим ну давай рыбный но набери бери так ценники по заморозкам вам покажу вот всякие такие полуфабрикаты так вот еще вон всякие варенья большой прилавок хлеба что тоже надо ну вот типа такой стандартный 2395 мы обычно берем вот такой вот турецкий народный за 5 лир наши любимые раны 4 лиры а большие по 565 здесь же молочко вот например такое по 23 всякие различные сыры мы вот такой вот берем обычно сыр вкусный очень есть еще вот такие сыры как совет берите фирму вот эту вот пинар называется вот она пинар вот это вот по 65 это масло 17 45 19 45 вот вообще за 14 есть масло луна кстати в том году мы брали во вкусное есть масло будет по 33 вот например на огурцы малосольные еще штуки салатики тихо 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 мироша шампиньончики вот типа пола в стекле швепс в стекле это еще классно очень вкусно всякие рэдбульчики вот например пачками вам покажу если обычно все так пачка берут 84 фанты меринды окно и давайте по кетчупом например например хайнс здесь у нас что всякие макароны есть дошики вы мироша вы мироша пошли набрали куча всего он темки взяли новые наушники потому что он те сломал куча всяких вкусняшек на ужин на завтрак и вот все у нас вышло на 530 лир что в принципе считаю адеквата все поехали на стоянку давайте парни мое что да вроде солнца то нету но все равно такая духота стоит на улице наверное все искупаемся мы доехали где-то наверное здесь будем вставать ночевать здесь огромные беседки можно жарить шашлык вот оно пожалуйста море здесь у нас конюшня лошадки красивые здесь тренажерная площадка снова беседки и там есть крантики с водой я хочу набрать 20 литров воды нам в бак вот в этот вот вода для кипячения так куб пробираемся берем с собой бутылку ой здесь прям запах ты чувствуешь запах лошади гавняшек да вот пожалуйста еще беседочки видите как здорово здесь по культуре на так вода еще собаки загоны для собак есть так необычно вот они маленькие это вообще ослы какие-то даже не лошади а вот то что нам нужно я очень надеюсь что здесь будет водичкой у нас получится набрать шлангит протянуты забита раковина ухты идет ой у нас повсюду в общем животные да есть начался травы нет что-то на фире первая миссия выполнена воду нарулили правда не полный очень неудобно там а набирать ее все сейчас будем готовить суп голодные потом фильм смотреть со сладостями да и ложится спать с хэллоуином так мы расположились посмотрите какие красивые кадры у нас закат с поставим свой стол и будем готовить еще конечно проблема турков вот у них все прям хорошо так идеально тебе сеточки но учитывая что не так любят мусорить везде вот этот мусор везде бычки чего сложного донести бычок до мусорки предпри условии что у них везде стоят эти мусорки да сынок да это мыло давай сюда давай мне вот убираем час надо буду ставить и пока вода закипает вот это все уже превращать в постель кто впервые попал на канал обязательно конечно посмотрите предыдущие видеоролики мы там показали как купили такой баллон очень удобно к нему же такую же плитку этот баллон просто знать как воду меняешь перевозишь пункт на решет тебе дают свежий классная штука конечно потому что туристические баллоны здесь конечно дорогие вот мы покупаем вот такие самое максимум что покупали 95 лир представляете у нас на крыше бак к баку прикручена лейка и конечно это максимально упрощает путешествие плюс пока ездишь вода то еще нагревается здесь такие невероятные запахи кто-то жарит шашлыки вы даже сможете заметить такая дымка видите месяц показался настенка нарезает картошку я уже почистил рыбу и и закинул быстро-быстро сварится пока варится я начинаю всяческую перестановку чтобы постелиться вот так это у нас все дело выглядит ну собственно пока у нас готовился суп будет уже видите все постелили вот такой у нас плацдаром огромный сейчас будем кушать и ложиться спать виды конечно здесь просто максимально крутые суп получился очень вкусный огромные куски мяса ну не в одном кафе вам точно столько не положит как в своем как в своем доме да да вид у нас видите месяц короче красота вообще на парня день сегодня бешеный дам сейчас еще покушаем будем брать штучки которые купили смотреть классный фильм купили мы на днях вот такой вот чай с бергамотом очень-очень вкусный мы его вот так завариваем в чайничек прям все бросаем заварочку чтобы был крепенький-крепенький и вот так вот мы собрались посмотреть фильм музыка нас красота все друзья на этом буду завершать видеоролик ставьте лайки пишите комментарии свои вопросы будем стараться на все ответить очень надеюсь что видеоролик вам понравился пока ну